Здравствуйте, друзья! Сегодня, как я и обещал вам на предыдущем уроке, поговорим о коучах, которые обещают вас научить петь за 15 минут. Я специально выписал из интернета несколько названий таких уроков, и они такие, что впору написать детективный роман по этим жутким названиям. Я очень уверен в огромном успехе такого романа. Но вот в том, что вы научитесь петь хорошо, просмотрев все эти многообещающие уроки, я совсем не уверен. И ведь десятки тысяч просмотров таких уроков. Неужели люди не понимают истину, выраженную в простой, но очень точной поговорке? Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Я позволю себе обратиться к тем, кто учится по таким роликам. А вы пробовали научиться играть за 15, за 5-15 минут на рояле, на электрогитаре, на бас-гитаре, на барабанах, да на любом другом инструменте? Научились? Кто-то уверенно скажет, да, конечно, научился, запросто. Да не трудно догадаться, чему он там научился за эти несколько минут. Думаю, что даже кошка с собакой не будут слушать такую музыку. Почему вы так уверены, что за несколько минут можно научиться петь? Вот, например, название урока. Гортань при пении. Лайффак за две минуты. Коуч учит, как держать гортань при пении, и дает полезный совет, как научиться этому всего лишь за две минуты. И что, научившись держать гортань в каком-то положении, вы запоете? Вы уверены в этом, что запоете? А вот еще одно название. Расщепление за 60 секунд. Коуч учит вас, как расщеплять связки, не петь, а расщеплять. Да и всего за 60 секунд. Супер! А вот еще урок. Йодль за одну минуту. Коуч учит вас, как за одну минуту научиться овладеть кирольским пением. Просто супер! Еще один урок под жутким названием. Открытие глотки. Освобождение челюсти. То есть вас быстро научат, как можно шире открывать глотку и освобождать от чего-то челюсти. И вы тут же запоете, заорете, вернее, не своим голосом. Рок под названием «Пение на зевке». То есть зевнул и на этом могучем зевке запел. Ну и так далее. Учат как-то по-особенному дышать, опускать зачем-то гортань, импеданцию, не пить на связках, диагностировать горловой зажим. Наверное, аппарат какой-нибудь придумали для этого. Учат опоры для вокальной опоры. Они сами-то поняли, что сказали. Рассказывают о тайной силе вокалиста. О вокальном режиме нейтральной. И так далее, и тому подобное. Восхищаюсь фантазиями этих коучей. Ребята, а вам не кажется, что вас держат за дураков? Ну, не поленитесь. Задумайтесь над тем, что вам предлагают. От того, что вы научитесь всей этой хрени, вы что, научитесь петь? Ведь вам предлагают все, что угодно. Да только несерьезную работу над собой, коей является настоящее обучение вокальной техники. Нет, дорогие друзья, ничему вы хорошему не научитесь на этих уроках. Только впустую потратите свои денежки. Голосовой аппарат – это такой же музыкальный инструмент, как и все другие инструменты. А на мой взгляд, еще сложнее. Но это простая мысль, сказанная мной, только для тех, кто хочет действительно научиться хорошо петь. Так хорошо, что сможет в дальнейшем позволить себе выйти на сцену концертного зала и петь для широкой аудитории, заполненной зрителями. Однако, если вы хотите научиться петь попсовые песенки, я думаю, что не стоит тратить время на обучение вокальной техники, тратить деньги на это. Просто послушайте с десяток раз, как поют этот товар попсовые артисты, да и пойте сами на здоровье. Поэтому хочу обратиться к тем, кто серьезно нацелен на хороший, отличный результат. Если вы действительно хотите научиться настоящему профессиональному пению, то вы должны понимать, что это многолетний ежедневный труд над собой. Хочу также обратить ваше внимание вот на какой факт. В России, да и на всем постсоветском пространстве, пению в современных музыкальных жанрах учат оперной педагогии. Других попросту пока нет, они только появляются. Но оперной педагоги в большинстве своем не знают и не понимают современную музыку. Повторяю, не все, конечно, но большинство. Поэтому они и учат тому, чему учили их в музыкальных училищах, в консерваториях. Но пение в современных шанрах вокального искусства – это совсем другое пение. Это не оперное пение. Второй фактор воздействия на умы молодежи, желающей научиться хорошо петь – это наше пресловутое телевидение, нацеленное исключительно на попсу. Извечный вопрос – что же делать? Ответ – искать хороших педагогов. Их мало, но они есть. Они будут вас учить петь, а не открывать глотки, освобождать зачем-то челюсти. Не будут учить вас как-то дышать по-особенному. Они вас будут учить, еще раз повторяю, петь. И еще один, позволю себе совет – научитесь слушать хорошую музыку, развивающую музыку. Не попсу, а хорошую музыку. Ее в интернете много. Просто надо учиться этому. Но и учитесь по моим урокам. Они выложены в Ютубе в бесплатное пользование. Вы в первую очередь должны научиться правильному, легкому, комфортному звукоизвлечению. Любой инструментальный педагог, когда начинает работать с учеником, он начинает свою педагогическую работу с учеником именно с этого. Научиться правильно извлекать звук. То есть работа идет над постановкой аппарата. То же самое должно быть и у вокалистов. Вы должны научиться правильным звукоизвлечениям. Без которого не будет красивого, хорошего пения. Советую вам обязательно посмотреть в Ютубе мои уроки номер 1, 2, 26 и уроки с 29 по 34. Там много полезной для вас информации. Ссылки на эти уроки ниже в описании. Ну и если будут вопросы, звоните, я постараюсь ответить. Всего доброго. Успехов вам, друзья.